Да, блин, ну такой тоже может быть, кто в школе из нас не позорился. Каждый поступит по-своему, у каждого свой характер. Вылезают какие-то чувачки на парты и начинают... Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Топ! Меня зовут Дима и мы смотрим последний ролик на канале Маразма. Там снова школьные истории, так что перед началом не забудь подписаться, если ты вдруг не подписан. Забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следует же реакция, стрим, летсплей и многое-многое другое. И погнали смотреть, что там будет. Сегодня будет очередной выпуск ваших любимых школьных историй. Вас, как обычно, ждет много трэша, много угара. Ну и по классике, самая интересная история будет в конце, поэтому советую досматривать. Ну это так, да? Знаете, ребят, что-то я немножко устал от каких-то длинных сценарно-сложных роликов. И решил по вашим просьбам вернуться в такой старенький лайтовый формат. Благо, история у меня в школе происходила просто уйма. И контента наберется еще на 10 лет вперед. Ну а я же, в свою очередь, на 10 лет вперед обеспечу себя баблишком. Так, так, слушай, прям так реклама подъехала, да? Рекламу подрезаем, идем ближе к историям. И давайте я вам расскажу первую историю, в честь которой и назван этот ролик. Я уже честно не помню, в каком классе это происходило, но помню, что то ли в 10, то ли в 11. И я вам уже рассказывал, что в нашем классе училась такая мерзкая, отвратительная, постоянно выпендривающаяся телка. Извините, но зная, что это за человек, девушкой, я ее не могу назвать при всем желании. Которая не стеснялась в открытую посылать в жопу учителей. И это, между прочим, сейчас была прямая цитата. Не стеснялась устраивать истерики на полурока, постоянно отрывая всех от занятия. Не, ну справедливости ради, мы-то были довольны. Как говорится, школьники всегда хотят хлеба и зрелищ. Если говорить про наши с ней отношения, то мы друг друга просто люто ненавидели. Причем, как это обычно происходило. Она на уроке общества знания в очередной раз закатывает какую-то истерику, начинает что-то затирать учителю. А я при этом могу вкинуть одну какую-то колкую фразочку. По типу, Николай Романович, да че вы на нее внимание обращаете? Че можно вообще взять с недоразвитой? О, тихо, вот осуждаем. Сказано было для Ютуба, вы понимаете. У меня возникла теория, я ж не был у него в классе, я не знаю. Но просто как бы предполагаю, они могли драться за уровень внимания. Ну то есть, почему они друг друга ненавидели? Потому что она хочет быть лидером внимания в данный момент. Но и маразму тоже хочется быть лидером внимания на этот момент. И когда один из них начинает тянуть одеяло на свою сторону, другой, ну не может просидеть просто так, понимаете? Я думаю, у вас в классе тоже есть такие ребята, да? Если да, обязательно такиньте лайк. И это настолько сильно ее задевало, что она чуть ли не со слезами начинала на меня бомбить, всячески меня оскорблять. Но мне было только весело с того, как истеричная телка на меня визжит. Причем, как обычно в споре с большинством девочек и бывает, ни одного конкретного аргумента, зато ее оппонент очень и очень плохой. И вот на очередном уроке общества знания эта история, так скажем, вышла из-под контроля. У вас как будто только уроки общества знания в школе были, или вы только там с ней виделись. Я вам в каком-то из роликов уже говорил, что наш учитель по обществу знанию был достаточно мягкотелым, и даже будучи очень интересным преподом, именно это его и подводило. Что он банально не мог наводить дисциплину на своем уроке. И в тот момент, когда мне еще пара... И жалко, мне иногда очень жалко таких учителей, потому что есть прекрасные, умные, образованные, и их интересно слушать, что немаловажно. Ну вот вылезают какие-то чувачки на парт и начинают... Ты уже тут как бы сделать ничего не можешь. ...ребят, было безумно интересно слушать то, что он рассказывает. Большинство дегенератов, которые воспринимают доброту за слабость, на его уроке всячески шумели, разговаривали, играли в телефоны, бросали в его адрес какие-то шуточки, да и что я вам это все рассказываю, вы и сами, я думаю, прекрасно понимаете, как это обычно происходит. И вот на одном из роликов эта телка, давайте для конспирации назовем ее Маша, устроила очередной скандал с нашим учителем. Ей, видите ли, не понравилось, что он поставил ей тройку за самостоятельную работу, хотя тройка для нее была еще очень высокой оценкой, так как эта дура сделала ошибки в половине вопроса. Учитель ей начал объяснять, что она сделала не так, почему у нее такая оценка, она же в свою очередь истерила, и тут учитель не выдержал и сказал, что в следующий раз за подобное число ошибок он ей поставит двойку. Все, молодец, ну то есть понимаешь, ты же не знаешь, как оно было в действительности, что ты решила, что ты самая умная? Это я как бы в женском роде только обращаюсь к Маше, а так-то по факту это обращение и к мальчикам, и к девочкам. Надо быть хитрее, надо сначала разузнать, а что произошло, что пошло не так, почему три, почему не четыре. Вот тебе преподаватели скажут, или там учитель скажет, очень много ошибок, и вообще я за такое ставлю в основном два, но тебя и решил пожалеть своего рода и поставить тройку. И ты такой, лучше сейчас не ерепенится, а лучше попросить переписать, свистнуть где-то ответы. Не запоминайте, это плохие уроки жизни, а может и хорошие, запоминать. И знаете, что она на это ответила? Она прямым текстом послала его в жопу. Именно так и сказала, спасибо, что не пошли нахуй, хотя от нее и такого можно было ожидать. И дальше я в ки... Но это было вырезано, это было вырезано, мне вырезать не надо. Пинул учителю какую-то колку и фразочку про нее, которая, видимо, очень сильно ее задела. Сказал я что-то по типу, Николай Романович, ну вы же видите, что это абсолютно конченый человек. Зачем вы на нее тратите свое время, нервы, когда это вот такая неблагодарная свинья? Дословно я, конечно, не помню, но помню, что я точно сказал что-то подобное. Блин, блин, понимаешь? Как бы вот в этом и разница наша между маразмом. Я не способен настолько прямолинейно выражаться, даже если мне человек не нравится. Потому что любое подобное выражение только усугубляет конфликты. А я вообще считаю себя максимально бесконфликтным человеком. Собственный контент, я думаю, вы заметили, я стараюсь вести максимально бесконфликтно. Я не знаю, как бы я поступил бы в этом случае. Возможно, промолчать лучшее решение, потому что молчание иногда и знак образованности, и знак... Несмотря в какой ситуации. Но точно бы не бросался бы в нее какими-нибудь такими фразами, чем более через третьих лиц. Как бы ты поступил? После этого я спокойно сижу за второй партой и слышу позади себя какие-то шаги, на которые я сразу внимания не обратил. Проходит еще две секунды, и мне со всей дури прилетает учебником по голове. И я вам так скажу, было больно. Я поворачиваюсь и вижу омерзительную физиономию той самой Маши. После чего она начала на меня кричать, как ты уже задолбал, мразь, какого хрена ты про меня что-то пи***ишь. Ну и все в таком духе. Я перед ней встаю и кричу на нее, ты какого черта свои руки распускаешь вообще? На что она, знаете, что сделала? Неожиданно замахнулась тем же самым учебником и кинула мне его прямо в лицо. И если бы я в последний момент не успел лицо закрыть, мне бы уголок от учебника прилетел прямо в глаз. Я уже на тот момент был вне себя от ярости, так как и сама эта телка вызывала у меня в принципе омерзение. Ну ты, а как держаться в этот момент? Ну тебя же провоцируют. Хотя снова-таки, может быть тогда, когда бы он промолчал, и не было бы конфликта. Потому что он по факту влез не в свою историю. Ой, не к нему обращались. И ситуация была из ряда вон выходящей. И я на рефлексе зашел в ГТА РП и в мас... Причем здесь ГТА РП? ...смачного леща. Как говорится, доказал этой вуман, что не терпила. И что там было дальше, это просто надо было видеть. После моего подобного мува, она еще несколько секунд простояла, проанализировала, что вообще произошло, и потом издала вот этот стандартный бабский звук. Типа, знаете, да как он посмел? Да, 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 это только я имею право его толстенным учебником по голове дубасить. А он меня даже пальцем тронуть не имеет права. Я понял, ГТА РП это была завуалированная фраза, снова-таки, для нашей любимой с вами платформы. Ну вы поняли, логика типичных я же девочек. После этого она начала лить крокодильи слезки, и с каким-то нечеловеческим остервенением бросилась своими острыми когтями царапать мне лицо. Нас в этот момент уже побежал разнимать учитель, ну а я просто-напросто начал от нее убегать по всему классу. Вы можете, наверное, сказать, что я сам виноват, что я ее спровоцировал. Видишь, видишь, что ты понимаешь. Я понимаю, что ты не мог промолчать, но тут уже как бы каждый поступит по-своему, у каждого свой характер, поэтому осуждать или не осуждать тут нет никакого смысла. Просто маразм поступил вот так, другой бы не поступил бы вот так. А самое ужасное, что когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что тут человек был таким на тот момент, не потому, что у него в жизни все хорошо, понимаете? Поэтому если у вас в классе есть подобные ребята, лишний раз подумайте. Явно, ну, есть больше проблема зарыта, чем то, что вы видите визуально. И это тоже я не отрицаю. Ну, конкретно в той ситуации я лишь заступался за хорошего учителя, которого эта стерва при всем классе послала в жопу. И причем она могла меня как-нибудь подколоть или оскорбить в ответ. Я бы ничего на это ей не сделал. Но я извиняюсь, когда он сзади по башке прилетает толстым учебником, вы в такие моменты начинаете мыслить немножечко по-другому. Да, согласен. А самое интересное, что мне мама, по-моему, рассказывала. Ну, как бы многие, кто говорят. Но вроде бы это говорила моя мама. Если видишь, срутся два человека. Особенно типа муж, жена, парень, девушка, не влезай, не пытайся их помирить. Крайним останешься именно ты. Я не знаю, как это работает, но вот они помирятся, а тебя потом будут макать, что вот какого черта ты влезал, нам нравилось вот это вот то, что происходило. Поэтому вот этот совет точно себе возьмите нам вот эти на ус. А следующую историю вам расскажет мой лучший школьный друг Слэш. Ну, расскажем. Слэша давно, кстати, не знали. Здорово, маразм, здоровая аудитория, с вами Слэш. Давно, как говорится, не виделись. У тебя, кстати, звук улучшится, Слэш, красавчик. Что, новая подборочка школьных трэш-историй. На этот раз будет совместная с маразмом история. История будет про то, как мы увлекались роком, электрогитарами и немножечко позорились в школе. История обещает быть интересной. Ну, тоже, наверное. Кто в школе из нас не позорился? Только тот, кто не экспериментировал. Как бы, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Он как-то раз уже рассказывал, что мы вместе с маразмом занимались электрогитарами в школе. Нормальная тема, я тоже любил. Группа, группы. И как-то раз мы выступили на новогоднем концерте. Только там произошел один момент, который мы, ну, никак не ожидали. И о таком, в принципе, лучше не рассказывать. Но, что, история у меня не так много, так что время настало. Мы начали нашу подготовку еще за месяц до этого большого новогоднего концерта. Красавчики. Который должна была быть вся школа, все ученики, преподаватели, ректорша, заучь, вообще все. То есть полностью забитый актовый зал. Я не знаю, сколько это, но очень много людей. И, естественно, мы волновались. Поэтому на подготовку заложили так много времени. Мы несколько раз в неделю после уроков, иногда даже вместо уроков нам разрешали, поднимались на последний этаж, закрывались в актовом зале, подключали наше оборудование и репетировали. То есть мы каждый раз носили... Я не могу пропустить этот момент. Вот именно фраза вместо уроков как мед по душе прошла. Я весь 9, 10, 11 класс вот так вот и закончил. Все на математику, а я в актовый зал. У меня там всегда было чем заняться. Мы играли с собой в школу тяжеленные электрогитары, усилители. Все это каждый раз заново подключали. Геймор был тот еще. И что мы собирались сделать? Мы играли под плюс. То есть Данил играет на своей электрогитаре свою партию. Я играю свою партию. И мы играем это поверх уже записанного готового трека. Ну и чтобы разбавить обстановочку на сцене, на фоне, на огромном проекторе должен был быть клип. А играли мы песню «Рамштайн». И штудервех, или как-то так она называется. Какая жесткая металлическая песня. «Рамштайн» в принципе была и, наверное, есть моя любимая группа. Поэтому выбор был... И самая жесткая, и самая металлическая. Вот именно в плане жесткого и плотного звука, я не знаю, кто еще переплет, как не «Рамштайн». И представьте себе, все эти разы мы репетировали. Не обращали внимания на этот экран, потому что стояли лицом к зрителям. Я проигрывал этот клип десятки раз у себя дома, во время тренировок, чтобы все было идеально. Но я не учел один момент. Значит, день выступления, доходит наша очередь, мы выходим, подключаемся, и начинаем играть. Реакция людей была контрастной. Кто-то кринжевал, кому-то не понравилось, а кому-то прям очень понравилось. Но тут я стал замечать, что у нашей директрисы, ближе к концу выступления, вместо улыбки была какая-то странная гримаса. То ли злости, то ли непонимание. Короче, наш номер закончился, мы ушли за сцену, а нас все это время снимал наш кореш на камеру. Мы тут же решили посмотреть, как выглядели со стороны. И увидели то, что лучше бы не видели. Оказывается, в клипе есть момент, длится он буквально пару секунд, его легко не заметить. Где крупным планом Тиль Лендеман, вокалист Рамштайн. Подожди, я не знаю, я не увидел этот клип, просто я знаю Тиля Лендемана и то, на что он способен в своих клипах. Могу представить, сейчас нам объяснят, но я понимаю, что там, скорее всего, было. Строит гримасу и крупным планом размахивает резиновым, сами понимаете, чем. А, это еще полбеды. Снимали они некоторые вещи пожестче. Причем мне иногда хочется спросить, вот у фанатов Рамштайна, чисто как бы объясните мне как человеку, почему они это делали. Ну, то есть, их же все знают, им не надо там как-то дополнительно подбивать свои рейтинги, что-то еще. А они постоянно сексуализировали свои клипы, доходило до того, что прям процесс снимали. Имитируя, что как бы это его. Но это не его, он как бы им размахивает и кажется, что это его. Ну, вы поняли. Мы увидели это, вспомнили про недовольный вид нашей директрисы и поняли, что нам сейчас будет полная кабзда. Мы возвращаемся в актовый зал и видим, что директриса идет нам навстречу с очень недовольным видом. А продолжение этой истории будет уже у меня. Ну, понятно. Ну, я не ожидал, что будет по-другому. Давайте я зайду к слэшу, попробую найти. Вот и продолжение. Ну, разве это не заслуживает лайка? Ну, жмякните, пожалуйста. Что же нам сказала директриса? Она подходит к нам с недовольным видом и такая, ребят, все, конечно, хорошо, классно выступили, красивая песня, но... Я так люблю Рамштайн. Да? Блин, ну такой тоже может быть. Что это было? Вы понимаете, о чем я. Как вообще ваш номер пропустили? Тут сидят первоклашки, сидят взрослые люди. Что это за позор? Я вам... А Рамштайн для кого играет музыку? Для взрослых людей? Да, для первоклашек тоже другой вопрос. Но взрослые люди... Честно говорю, я клянусь, за все время репетиций мы ни разу этого не замечали. То есть не было такого, что, блин, а давай все равно сделаем, давай все равно выйдем, покажем, какие мы панки, что нам на всех пофиг. Или вдруг никто не заметит, будет смешно. Нет, мы искренне этого не видели и не знали. И представьте нас, людей, которые целый месяц ее репетировали, много раз ходили в актовый зал, прокручивали клип. Как нам доказать, что мы реально не знали об этом? Мы, естественно, все это сказали как есть, она нам не поверила. Это был первый последний раз, когда мы выступали в школе. Блин, жалко, очень жалко. Ну так-то вы не особо и опозорились. Ну, ну, директриса немножечко как бы повздорила. Но я думаю, что одноклассникам понравилось. Точно вас посчитали, что вы это специально сделали, такие... Красавцы. Возвращаемся к маразму. Ну и последняя история, она больше угарная, чем трешовая. Давай. У нас один чел на класс моложе, который долго вынашивал планы, как тахнуть нашу молодую училку по русскому языку. Допустим. Ну, нормальное начало, неплохо. Услышал я ее от пацанов в качалке, которые с ним в одном классе учились. Он ей там на уроках и глазки строил. И на 8 марта цветочки ей дарил. И всячески пытался ей помочь, по типу, давайте я доску протру, давайте я воду в кулере поменяю. Ну и я думаю, вы понимаете, под любым предлогом пытался как-то с ней сблизиться. Ну и разумеется, тут не обошлось без сталкеринга ее социальных сетей. Тогда ВКонтакте еще не было никаких закрытых профилей, и поэтому найти ее страничку ВКонтакте через других учителей не составляло особой проблемы. И вот в один момент для этого имбецила стало открытием, что оказывается у нашей учительницы по-русскому есть муж. Хотя вроде бы все об этом давно уже знали. И он придумал просто гениальный план, надежный, блять, как швейцарские часы. Он решил рассорить ее со своим мужем, чтобы она была в подавленном состоянии, а он ее в таком состоянии, так скажем, поддержал. Че, фильмом насмотрелся, сериалов каких-то? Такое даже не в книжках пишут. Это чисто фильмовский формат, поняли? С последующей развязкой, вы сами понимаете. Я не смотрел на огурец. Смотрел ты? Я не знаю, какие у него в тот момент в башке демонов совокуплялись, но он еще и додумался растрепать об этом плане всем своим одноклассникам. Он, значит, создал фейковую страницу ВКонтакте, якобы красивой любовницей ее мужа. Но поскольку мозгами он особо не выделялся, он не додумался хотя бы эту страницу настроить, так, чтобы она выглядела правдоподобно. То есть добавить каких-то друзей, подписаться на разные группы, сделать себе кучу репостов на страничку. Не расценивайте это как учебник, как рассорить вдруг свою математичку или кого там. Потому что маразм прям четко описывает, как нужно сделать фейковую страницу. Ведь фотографии какой-то реально существующей девушки из ВКонтакте. Нет, он поставил всего лишь одну фотографию, накрутил себе что-то 10 друзей абсолютно из разных городов. На большее, видимо, денег не хватило. И затем в фотошопе на профессиональном уровне, ну, по крайней мере, как он это думал, сделал фото жаба с лицом ее мужа, что якобы он ей изменяет. И через код элемента подделал переписки. Что якобы это таинственная любовница, на постоянной основе переписывается с мужем училки. Только не говори, что он потом принес и показал это училке. Сам, лично, поняли? Ага. Вот от этого я сейчас закринжую капитально. Ну, вы поняли, чистый бред. И затем он с этой страницы написал нашей учительнице и выкатил там целую браваду, что ваш муж уже полгода вам изменяет. Прикрепил какие-то корявые фото жабы, какие-то скринные переписки, подделанные через код элемента. Ну и, разумеется, училка этому не поверила и тут же его добавила в черный список. Но теперь самый просто угар, на чем он прокололся. Этот придурок за каким-то хреном додумался со своей фейковой страниц... ААААЙ, добавил себя, да! Лучший. Молодец. ...добавится в друзья к своей настоящей странице. И теперь представьте просто лицо училки. Тебе пишет какая-то фейковая тёлка фотографии, которая, очевидно, что взята из Яндекса, с полностью пустой страницей, то есть там ни друзей, ни репостов, ничего. И в общих с ней друзьях ты видишь своего ученика, который уже полгода проявляет к тебе всяческие знаки внимания. И на следующий день, когда у этого класса был урок русского языка, учительница попросила этого придурка остаться после занятий. Я уже не знаю, о чём они там говорили, да и никто не видел. Но по словам самого этого идиота, она его начала стыдить, спрашивать, зачем он это делает, а он отмазался так, что это якобы вообще был не он, что это кто-то над ним решил прикольнуться. Ну, разумеется, она в это не поверила, как вы понимаете. И после этого я просто представил, как этот имбецил будет себя чувствовать на её уроках. А ему с ней как бы ещё полтора года было учиться. У меня ещё вопрос. Она реально не додумалась, зачем он это делал? Какие-то глупые абсолютно вопросы ему задавала. Мозги бы немножко тоже себе вправить не хватало бы. Блин, собаке понятно, зачем это делать. Поэтому, ребят, никогда в жизни не занимайтесь подобной хернёй. А я таких историй просто вагон слышал. Как, допустим, девочки влюбляются в каких-то своих преподавателей в универе или в учителей в школе. А учитель, допустим, женат. И они начинают их жёнам рассказывать всякие небылицы, что муж ей изменяет и так далее. Тут как бы простое правило. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Надо быть честным. Мне кажется, это не такой частый случай. И тут скорее это сработает на жёнах те, которые уже, уже подозревают в чём-то, понимаете? Те, кто не уверены в первую очередь в себе. Но, думаю, какой-то процент до 10% случаев такой действительно встречается. И хоть это всего лишь угарная история, которая, слава богу, ни к чему не привела. Она поучитель. Потому что я уверен, если бы он запарился более профессионально, то это вполне могло привести к скандалу в семье этой учительницы. А муж бы такой глазами хлопал и не знал бы, как ему отмазываться. Так вот, несмотря на то, что это всего лишь угарная история... Ну, май, гад! Это же... Ммм, это рандомный комментир Для самых лучших, самых крутия Самых неравоятных подписчиков Всё верно, это про тебя Отписывайся в телеграм И на игровой канал Я вам могу дать простой совет, что если кому-то из вас нравится ваша одноклассница, ваш одноклассник, да и не обязательно в школе просто вам нравится любой человек, если этот человек уже состоит в отношениях, то это значит, что свои чувства нужно засунуть себе в жопу и либо ждать, пока этот человек будет не в отношениях, что вам делать крайне не советую, потому что это пострадальческая херня какая-то, либо что более разумно искать себе другую девчонку или пацана. А знаете, так часто встречается, особенно у популярных знаменитых каких-то людей, что они уводят друг друга из семей. Вот я тоже об этом думал, ну как бы, это вот, маразм абсолютно правильно говорит, что лучше как бы дождаться свободности этого человека или искать где-то другое что-то, какой-то вариант. Но почему тогда так часто встречается, что уводят друг друга? Об этом стоит задуматься. Ну а это было новое видео от маразма, и причем не только от маразма, а еще и от слэша. Если тебе понравилось смотреть вам вместе со мной, обязательно тыкни лайк под этим видосиком, забегай в мой инстаграм, телеграм и на игровой канал, а с тобой был Дима, типа топ, пока!